Добрый день, господин Понти. Добрый день, господин Понти. Добрый день, господин Понти. Сейчас идет последний год перед Олимпийскими играми в Токио. Какие планы у Ассоциации дзюдо Израиля перед Олимпийскими играми? Добрый день, господин Понти, господин Понти, господин Понти. Если кто-то хочет, что кто-то может уничтожить, как бы что нет, как бы что все они любят. Но мы должны делать максимум, чтобы мы не смешиваем в Токио. И мы надеемся, что мы не смешиваем. Во-первых, наша первая цель, чтобы все наши спортсмены попали на соревнования готовыми. И чтобы все были в хорошей форме, в самой лучшей форме, которая может быть. И чтобы никто не был с травмами, потому что тренировки очень сильные, подготовка очень сильная. И наша цель прийти туда в самой лучшей форме. И мы надеемся вернуться оттуда с медалью. Что для вас дзюдо? Можете ли вы сказать дзюдо это? Могите ли вы сказать дзюдо на этом? Дзюдо на вашей жизни. Дзюдо на вашей жизни. Дзюдо на меня это все. Это моя жизнь. Дзюдо меня спасло, дзюдо меня выручало, дзюдо меня построило. Дала мне смысл, и поэтому я очень люблю дзюдо. И я поэтому делаю все, что я могу для дзюдо, и буду продолжать это. Продолжение олимпийской темы. Что для вас олимпийские игры? Я изучаю олимпию. Я не знаю олимпию, но я не знаю олимпию. Олимпийские игры, это для меня самый важный день на основе общественное оборудование. И на нем, на стране, на стране. На этот день, когда он сжал, после четырех лет, он привитит наиболее прекрасный результат на стране. И на весь город из ישראל. И все люди, которые работали на стране, которые обернули его. Олимпийские игры для меня это один день, в котором вся работа четырех лет Это самый важный день для тренера, для спортсмена и для нас и для страны Это день, в котором вся работа, которая была проделана, она проявляется И это самый важный день для спортсмена, самый важный день для страны